31 августа в 13.37 на пульт Центрального управления в кризисных ситуациях поступил звонок о пожаре. Очевидцы сообщили о густом дыме. Горело нежилое здание в Щелкове на улице Заводской, 22. Незамедлительно к месту происшествия направились пожарные расчеты. Судя по вывескам, в здании находились магазин строительных материалов и столовая. Сотрудники МЧС установили, что огонь охватил значительную площадь и угрожает распространением на соседние здания. Оперативно перекрыли проезжую часть и отцепили прилегающую территорию. На тушение пожара прибыли гарнизоны из соседних городов области. В ликвидации огня участвовали более 100 человек и 35 единиц техники. В первые часы после начала тушения удалось предотвратить распространение огня, что позволило избежать более серьезных последствий. 31 августа, 6 часов вечера, когда мы приехали сюда, дым был намного гуще, но и сейчас он очень интенсивный. Пожарные нам объяснили, что горит утеплитель под железным каркасом крыши. Пожарные продолжают проливать верхнюю часть здания и также тушат пожар изнутри, заходя в здание со второго этажа. Для борьбы с пламенем были задействованы автолестницы, пожарные насосы, автоцистерны, автомобили аварийно-спасательной службы. На месте развернули оперативный штаб комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Работу оперативных служб контролировал заместитель главы городского округа Щелково по территориальной безопасности Виктор Семин. В настоящее время пламя в 17 часов локализовано. Сейчас идет промывка отдельных объектов и разборка завалов. Предварительно пострадавших нет, погибших нет. Дальнейшее установление причины пожара будет выяснено пожарным надзором. Пожару присвоили третий уровень сложности. Для устранения повторного возгорания отдельных участков здания огнеборцы продолжали проливку конструкций еще несколько часов. Оперативные службы дежурили на объекте до утра следующего дня. Причины пожара устанавливаются, ведется расследование.